Всем гражданам, которые не в состоянии самостоятельно оплачивать коммуналку, положено субсидия. При этом не все семьи, у которых есть автомобиль, могут ее получить. Доброго дня, шановнисты вещественники, меня зовут Эльвира, и это мой канал, где у меня все четко и по факту. Подпишитесь, если вы еще этого не сделали. Итак, украинские владельцы автомобилей могут столкнуться с ограничениями при получении субсидий. Заботливо предупреждает нас с вами пенсионный фонд. Согласно информации пенсионного фонда, получить субсидию на оплату коммуналки смогут только те семьи, в которых есть только лишь один автомобиль. В этом определении не учитывают самопеды, прицепы и мотоциклы, только автомобили. Более того, автомобиль должен быть старше 5 лет, поэтому если у вас машина 2020 года, вам субсидию никто не даст. Но это еще не все. Если у вас в семье две машины возрастом старше 5 лет, но младше 15 лет, вам тоже не положена субсидия. Так когда же можно получить субсидию, если у вас есть автомобиль? Вы можете получить субсидию, если у вас в семье есть два автомобиля, и оба они должны быть старше 15 лет. Но все же эти автомобильные ограничения иногда могут не сработать. В некоторых случаях комиссия, которая согласовывает решение о выдаче субсидии, может позволить вам получить данную субсидию в случае каких-либо обстоятельств, каких именно не уточняется. И в пенсионном фонде считают, что нововведения направлены на более эффективное и объективное назначение субсидий. И это позволит обеспечить лучшее распределение социальной помощи среди населения и уменьшить незаслуженные плюшки от государства. Не знаю, как вы, я уже даже не удивлюсь, если когда-нибудь пенсионный фонд или Минсоцполитики скажет, что если вы втроем живете в квартире больше 30 квадратов, вы тоже не имеете права ни на какую помощь. Пишите ваше мнение в комментарии на этот счет. Обязательно подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. У меня на сегодня все.